Bismillah alhamdulillah, salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa manu ala maba'ad. Следующая глава в Китабу-ль-Джанаяс, «Бабун фитахримет-тасаххуд бил феали вэл-каул» Глава о запрете проявления гнева, то есть при смерти кого-либо из родственников. И проявление гнева запрещено как действием, так и словом. Говорит ал-хадис ул-хадио ситтун ба'дан-миа, 161-й хадис книги Это три описания, которые касаются женщин. А салика это такая женщина, которая поднимает свой голос при беде. То есть когда умирает тот из ее родственников, она начинает громко плакать или рыдать или выть. В общем говоря, повышает голос, проявляя свой гнев и свое недовольство и свою печаль. Это называется ас-салика. Что касается ал-халика, халика та, которая начинает рвать на себе волосы, выщипывать их или вырывать их клочьями и тому подобное. Также проявляя свое несогласие с той бедой, которая произошла в ее семье. Что касается аш-шакка, аш-шакка это та, которая разрывает на себе одежду. От чего? Также от беды. Показывая свое несогласие с предопределением Всевышнего Аллаха. Этот хадис приходит у Бухарии и Муслима. Дальше у нас в разъяснении самого автора книги, то есть шейха Абдулла Аль-Вассама, придет разъяснение всех этих понятий. Кто такая салика, кто такая халика и кто такая шакка. И почему указания приходят именно в женском роде? Потому что чаще всего такими описаниями описываются именно женщины. То же самое касается мужчин. То есть если мужчина выделывает такие действия, то это тоже запрещено относить до него. То есть запрет касается как мужчин, так и женщин. Но почему пришло в женском роде? Почему? Потому что чаще всего такие действия исходят от женщин. Поэтому пришло описание этим женщины. Калил Мусаннель говорит, автор книги, имеется в виду автор книги какой? Он сказал Это та, которая повышает свой голос при наступлении беды 162-й хадис книги Вот Абдулла ибн Мас'уда о том, что посланник Аллаха сказал Джейб это что такое? Джейб это вот этот вырез на одежде верхней, через который продевается рубаха, то есть через голову. То, что у нас называется как воротник, так или нет? Это джейб. То есть в арабском языке на сегодняшний день также принято карман называть словом джейб. Но здесь под словом джейб имеется ввиду именно то место, через которое вдевается голова в рубаху, то есть по-нашему воротник. Так, воротник. Говорит, а также не из нас тот, который рвет на себе воротник, имеется ввиду в общем, рвет одежду от проявления своего нетерпения от горя. А также не из нас тот, который взывает призывом джейлии. Призыв джейлии, как например, говорит, о горе нам, на что-то оставил нас, на кого-то покинул нас и тому подобные громкие причитания. Это является чем? Дауал джейлия. Призываниями времен джейлии. Этот хадис приходит у Бухарии муслима. Говорит шейх Абдулла Аль-Басам, рахимау Аллаху Та'ала, ал-Гариб. Непонятные слова и фразы в хадисе. Первое слово, ас-салика. Кто такой ас-салика? АЛЛАТИ ТАРФА УСАУТА ГАИНДАЛ МУСИБА. Это женщина, которая повышает свой голос при наступлении беды. БИН НАУХ ВАЛЬ АВИ. НАУХ это стонание. Или рыдание. Или плач. Это НАУХ. Говорит АЛЛАТИ ТАХЛИКУ. Или АЛЛАТИ ТАХЛИКУ ШАРАГА. Это та, которая бреет свои волосы. Имеется ввиду, рвет на себе свои волосы. АУ ТУНАТТИФУ МЕНШИДДАТИЛЬЧЕЗА УАЛЬ ХАЛИК. Или та, которая выщипывает на себе волосы из-за силы беды и бедствия, которое с ней случилось. То есть из-за силы того ужаса и той катастрофы, которая произошла с ней. И АШАККА это та, которая АЛЛАТИ ТАШУКУ ЖАЙБАГА. АУСАУБАГА. Это та, которая рвет свой воротник или рвет свою одежду. ТАСАХХУТАН АЛАКАДАИЛЛА. Проявляя гнев над предопределением Всевышнего Аллаха. СУБХАННОГО ТААЛА. Говорит ДАВАЛЬ ДжАХЛИЯ. Что значит ДАВАЛЬ ДжАХЛИЯ? ВАЗАЛИКА БИТТАФАДЖЮ АЛАЛЬ МАЙИД. ВАННИЯХА АЛЕЙ. Это когда женщина проявляет свой ужас и не может держать свой ужас над умершим. То есть показывает свой ужас и растерянность над покойником. ВАННИЯХА АЛЕЙ. Начинает причитать по нему. Как мы говорили, НИЯХА это когда повышается голос либо причитаниями, либо перечислениями различных благих качеств мертвого, которые в нем есть и которые в нем не были. Ты был такой, ты был такой, ты нас обеспечивал, ты был храбр, ты был добр, ты был богат, ты был щедр и тому подобные вещи. Начинает что перечислять? На кого ты нас оставил? Все это называется НИЯХА. БИАННУКАТИЛЬ АННУФУС. ТАИБ. Говорит, ВАННИЯХА АЛЕЙ. БИАННУКАТИЛЬ АННУФУС. И заявление относительно покойного, то что он убивает их души. То есть ты покинул нас и этим самым убил нас. То есть что причинил нам что? Дурное. Говорит, УАКАХ АЛЬ АШИРА. И то что ты был столпом нашей семьи. УАКАФИЛ АЛЬ АЙТАМ. Ты был тот, который присматривал за сиротами. И тому подобные благородные нравственные качества, которые перечисляются АЛЬ АТИКАНУ ИУАДДИДУНАГА. Которые они, то есть люди во времена Джагилии, перечисляли над покойником. ТАИБ. Говорит, УАМИТСЛЬУ АННУДБА КАЯ САНАДА. Или подобно этому АННУДБА. То есть явное что? Заявление, причитание, когда говорят Я САНАДА. То есть О моя опора. УАНКТА АЗАХРА. То есть О тот, который сломал мне спину. То есть своей преждевременной смертью. И в это входит в любое слово, которое выявляет гнев и джаза. Джаза страх или ужас. От предопределения Всевышнего Аллаха и от его мудрости. Значит, ясно, что такое да, вальджа и Илья. Это включает в себя, значит, получилось две вещи. Во-первых, причитание. Вот такой-то на кого-то нас оставил, на кого-то нас покинул и подобное этому. И второе, перечисление благих нравственных качеств, которыми описывался человек. Без разницы, он описывался ими в действительности, или они возвышают его выше того места, на котором находился этот человек. И то, и то является да, вальджа и Илья, взываниями времен Джагили, и это запрещено. Говорит далее. Следующая непонятная фраза. Дарбаль худуд. То есть. Лей самин намам дарабаль худуд. Не из нас тот, который дарабаль худуд. Что значит дарабаль худуд? Латамаха. То есть. Ударял себе по щекам. Латма. Это как пощечина. То есть тот, который бьет себе по щекам, выявляя свое горе. Говорит. И придет, говорит, у нас мунасаба, то есть совместимость. Почему пророк, салаллаху алисаляма, объединил все эти вещи в одном хадисе. Говорит. Аль-Джейб. Что такое Аль-Джейб? Ма-шукка минасоб лидхал ар-раз. Это то отверстие в одежде, через которое вдевается голова в нее. Так, то есть, как мы сказали, воротник. Эти вопросы понятны же, так или нет? Ничего непонятного из хадиса не осталось. Говорит. Аль-Мана али-Джмали. И здесь необходимо упомянуть, что данные явления, салика, халика, шакка, дарбуль худуд и тому подобные вещи, шаккуль джейб, все это запрещено, да, аль-Джейблия, не только для того, у кого умер родственник. Потому что раньше, во времена джейблии, и сегодня тоже это нередко встречается в арабских странах, когда, и не только в арабских странах, когда за деньги нанимают людей, женщин особенно, причитальщиц и тому подобное. Например, допустим, когда выносят покойного на носилках из дома или из двора, стоят около двора, около ворот, допустим, 7-8 женщин, которые при выходе покойника начинают громко причитать, стонать, перечислять его какие-то благие качества, которые были в нем и не были, вообще не являются ни родственниками, ни близкими, всем вообще нет никакого горя. Так или нет? Просто делают это за что? За зарплату. Нам тоже это является запретным. Как для родственников, так и нет для родственников. И последнее, что необходимо также упомянуть, из того, что можно здесь упомянуть, что в некоторых из хадисов приходит, что понятие аннияха, причитание и взывание вот эти, в это же понятие входит собираться дома у родственников умершего для того, чтобы покушать у них еду. Эта вещь известна в наших странах или нет? Известна. На третий день, на седьмой день, на какой-нибудь сороковой день, годовщина и тому подобные вещи. Ясно или нет? Это также входит в постановлениях под нияха, то есть под причитание относительно мертвого. И это также является запретным, также и с этой стороны. Далее. Альман Али Джмали. Говорит, какой вообще смысл этого хадиса. Лиллахи ма ахаза валагу ма ата. Во-первых, необходимо усвоить, что Всевышнему Аллаху принадлежит то, что Он забирает и то, что Он дает. Во физалика аль хикма таамма. И в этом во всем есть великая полноценная мудрость от Всевышнего Аллаха. Когда Он дает кому-либо детей и когда, наоборот, забирает у кого-либо из их родственников. Вот Тасарруф ар-Рашид. И в этом есть великое управление Всевышним Аллахом, которое описывается чем? Руждом. То есть оно управление точное, правильное. Говорит, وَمَنْ عَرَضَ فِيهَذَا وَمَانَعَهُ فَكَانَّمِي أَعْطَرِذُ عَلَقَضَائِ اللَّهُ وَقَدْرِهِ Говорит, поэтому тот, который начинает противостоять этому, тот как будто бы противостоит предопределению Всевышнего Аллаха. Вместе с тем, что предопределение Всевышнего Аллаха является ничем иным, как пользой для людей, и ничем иным, как мудростью, и тем, что основывается на справедливости и на верности, на пользе. Вот это ясно или нет? То есть почему все это запрещено? Потому что человек верующий должен осознавать, что Всевышнему Аллаху принадлежит все, то, что он дает и то, что он забирает. Также в том числе все мы, те, кто нас окружает, всем принадлежим Аллаху, и к нему мы когда-либо вернемся. И все мы являемся ничем иным, как имуществом Всевышнего Аллаха и его рабами. И как известно, хозяин может делать со своим рабом то, что ему угодно, так или нет. Может что-то дать ему, может забрать ему у него то, что он ему когда-то дал. То же самое и в более великом проявлении, и Всевышнему Аллаху принадлежит наилучший, что атрибут, он, Всевышний Аллах, тем более, забирает у нас, что захочет и дает нам, что захочет. Поэтому человек верующий должен быть в этом убежден и должен относиться к этому настолько, насколько можно спокойно и с пониманием. Понимая, что во всем этом мудрость Всевышнего Аллаха и его знания, и все это построено на справедливости Всевышнего Аллаха и на доброте от него. Говорит, поэтому по всем этим причинам пророк упомянул, что тот, который будет проявлять гнев относительно предопределения Всевышнего Аллаха, то он не находится на дороге, восхваляемой дороге пророка, салаллаху алию саляма. Где он так пояснил? Где он сказал, что если человек такое делает, то он не на пути пророка, салаллаху алию саляма. Так или нет, посланник Аллаха не причастен к тому-то. Сказал, что не из нас тот, который. И так далее. Все это указывает на что? На то, что этот человек сходит с пути пророка, салаллаху алию саляма, и не является чем человеком с полноценной верой. Говорит о суннате аль-Маншуда. И он также не на его заветной сунне. Маншуд это как бы заветный, желанный. Так то, та дорога, на которую люди желают встать и идти по ней. Говорит, Потому что, говорит, эти люди, которых если касается какое-то зло, то они начинают что делать? Ужасаться и приходить в ужас, и начинают причитать и халяу, то есть проявлять свой гнев нам. Говорит, такие люди, дорога отклонилась вместе с ними на неправильную сторону, или на неправильное направление. Потому что они связывают свои сердца слишком сильно с этой ближней жизнью. И не надеются на награду Всевышнего Аллаха и на его удовольство, если бы они проявили терпение над своим горем. Так или нет? То есть верующий человек должен пользоваться подобными несчастьями, которые отправляет ему Всевышний Аллах. То есть это не что иное, как испытание от Всевышнего и возможность заработать великую награду перед Всевышним Аллахом в судный день. Так или нет? Говорит, Это горе, и эта беда, и эта катастрофа, и этот ужас вывело все это. Их к чему? К тасахут. Тасахут – проявлению гнева. Аль-Каули – к словесному тасахуту, то есть проявлению гнева словом. Бин-нияха, как например, причитанием. Он надб – это перечисление чего? Благих, благородных качеств человека. Аль-Фиали – или же тасахут, то есть проявление гнева действиями. Канад-фишу'ур, как вырывание клочьями волос. Ваша-каль-джу'уб, а также разрывание одежды. Ихьяан ли адатил джагилии. И все это, или во всем этом есть, оживление обычаев джагилии. Но покровители, или друзья пророка, это те, которые, когда постигают какое-либо горе, то они смиряются перед ним, смиряются перед предопределением Всевышнего Аллаха. И говорят, инна лиллах, ва инна илейхи ра-джу'ун. Во есть, мы принадим Аллаху, и все мы к нему вернемся. Уляйка алейхм салаватум мирроббихим ва-рахмах. Такие люди, над ними благословение от их Господа ва-рахмах и милость. Ва уляйка хум мухтадун. Они есть те, которые идут прямым путем. Говорит Май-Ухазумин Аль-Хадис. То есть, шейх Абдулла Аль-Бассам в этом своем вступлении, или в общем разъяснении, разъяснил причину. Почему? Пророк, салаватум, вынес столь суровые постановления относительно этих категорий людей. Так или нет? То, что он к ним не причастен, то, что они также не из него и не из нас и тому подобное. Говорит по причине всего этого. Май-Ухазумин Аль-Хадис. Говорит, какие полезные моменты берутся из этого хадиса. Тахримут тасахут минагдари ла альму улима. Во-первых, запрет проявлять гнев относительно болезненных предопределений от Всевышнего Аллаха. У-изгара далека бин-нияха, ау-ин-надб, ау-ль-хал, ау-ишак, ау-гайри далека. И запрет проявлять свой гнев посредством нияха, посредством причитаний, а-н-надба, посредством перечисления благородных качеств своего умершего родственника, ау-ль-халк, или посредством вырывания волос, ау-ишак, или разрывания одежды. Ау-гайри далека, или другими способами выявления гнева. Как, например, сыпание турап, то есть поверхности земли или песка на свою голову. То есть бывают такие люди, когда хотят показать свою беду, что делают, берут землю и начинают себе на голову сыпать. Это также запрещено. Почему? То есть даже если, брат, какие-то формы проявления гнева не приходят, не приходят конкретные их указания в хадисах, это не означает, что они не запрещены. Ясно или нет? Здесь также проводятся аналогии. Почему? Потому что все эти моменты объединяет одна и та же ось. А это что за ось? Это выявление твоего гнева словом, или делом, или сердцем. Все эти три момента запрещены, как бы они не проявлялись. Будь то, эти моменты или эти проявления указаны в хадисах, или не указаны в хадисах. Вот этот вопрос понятен или нет? Это важно. Говорит, поэтому, когда обладатели знания дают таариф, то есть определению понятия ас-сабр, они что говорят? Хабс. Они говорят хабсу-ннапс. Или говорят хабсу-ль-кальб. Это удержание твоего сердца, а также языка, а также органов тела. На что? То есть от проявления гнева на предопределение Всевышнего Аллаха. Говорит Тахрим, Таклид, Аль-Джагилия. Также в этом хадисе запрет на слепое исследование, зачем или за повторением, или за уподоблением, за временами Джагилии, за их обычаями. И из этих обычаев, то, что они делают вот эти ложные причитания во время горести. Здесь есть важный момент, который необходимо усвоить. Смотри, те обычаи, те взаимоотношения, и все, что связано было с Джагилией, которое было до ислама, все эти явления, все эти обычаи и взаимоотношения, все они делятся на два больших вида. Первый вид, относительно которого пришло одобрение от шариата. Что этот вид является каким? Правильным и законным. Допустим, во времена Джагилии было несколько форм никаха. Одна из этих форм, та форма, которая на сегодняшний день узаконена в шариате. Другие формы не узаконены. Так вот, первая часть того, что или на что делится вся Джагилия, все ее явления и взаимоотношения, обычаи, это то, относительно чего пришел контекст, либо в Куране, либо в Сунне, одобрением этого, то есть одобрением этого обычая. И второе, то, относительно чего, такого контекста не пришло. Отсюда что ты понимаешь? Если такое одобрение пришло, значит данное явление, деяние и взаимоотношения является каким? Узаконенным. Если одобрение от шариата не пришло, значит данное явление или взаимоотношение или обычаи является неузаконенным, запретным. И это основа относительно взаимоотношений и обычаев джагилии. Так, еще раз повторим. Смотри, что касается взаимоотношений, обычаев и различных явлений, которые были во времена джагилии. Основа относительно этого какая? Основа относительно всего этого, что все это запрещено. Что все это запрещено и является дурным, является неправильным, является несоответствующим, является противоречивым, противоречием и тому подобное. Это основа относительно всего, что касается джагилии. Но если пришел какой-то контекст, на какое-то конкретное взаимоотношение или какое-то конкретное обычай, который его одобрил, назвал его правильным, указал на его верность и тому подобное, на его благость, то это указывает на то, что данные конкретно обычаи или явления являются исключением из общего списка. И оно является каким? Правильным, одобренным, узаконенным в шариате. Так, это мы, иншаллах, поняли. Далее, это первый момент. Запомнили или нет? Теперь второй момент, можно который у себя отметить, то, что одно лишь, то есть голое указание в хадисе на то, что данное дело является из дел джагилии, уже указывает на то, что данное дело является запретным. Данное дело является дурным, запретным, которому запрещено следовать и которому запрещено подражать. Одно лишь его упоминание. Допустим, пророк, салаллаху, говорит, такое-то дело из дел джагилии, такое-то событие из событий джагилии, такое-то слово, это слово джагилии, или говорит, в тебе есть качество джагилии. Так, это о чем говорит? Что все эти вещи являются чем? Запретными, порицаемыми, за которыми запрещено следовать и запрещено им подражать и тому подобное. Вот это усвоили или нет? Это также, иншаллах, усвоили. В отличие от чего, например, просто для файды? В отличие от того, что приходит относительно признаменований судного дня, малых признаменований судного дня. Признаменований судного дня сколько? Малых, точнее, на сколько видов они делятся? На два больших вида. Маленькие, малые признаменования и большие признаменования. Большие признаменования, его определение какое? Все, что произойдет после выхода Масиха от джаги из признаменований судного дня, оно является каким? Относится к категории больших. Все, что дома, все это является признаменованиями малыми. Так, теперь вопрос, если пророк, салаллаху ассаляму, указывает и говорит, не наступит судный час, пока не произойдет так-то, не наступит судный день, пока не увидите то-то, кто из вас проживет долго, тот увидит так-то, и, в общем говоря, указывает на то, что это одно из признаменований судного дня. Теперь вопрос, одно вот это заявление, что данное дело или событие, которое произойдет, что оно является признаменованием судного дня и его признаком, указывает ли это на то, что данное явление является запретным или является разрешенным или обязательным и так далее? Нет. То есть, из этого хадиса, как хабар, как известие, мы можем взять только то, что оно произойдет перед судным днем и что оно является признаком судного дня, но одним лишь этим мы не можем сказать, что это вещь сразу порицаемая, или это вещь, наоборот, разрешенная. Так, допустим, пророк, с.а.в. указывал на то, что перед судным днем распространится письменность. Так, в этом ничего дурного нет. Так или нет? То, что распространится письменность, это в основе своей является благим делом. То есть, это не означает, что раз в хадисе пришло, что перед судным днем распространится письменность, значит, надо что делать? Запрещать распространение письменности. И это харам, и это порицаемо. Нет. В другом месте, допустим, сказал, что не наступит судный день, пока не исчезнет Амана. Не исчезнет ответственность. Вот это уже дурное. Не наступит судный день, пока что люди не начнут соревноваться в постройке высоких домов. Это тоже запрещено. Не по этому контексту запрещено, а запрещено другими посторонними контекстами. Вот это ясно или нет? Значит, само по себе указание относительно того, что явление является признаменованием судного дня, не является постановлением о нем, что оно запрещено или, наоборот, узаконено. В отличие от чего? В отличие от указания, голого просто указания на то, что данное явление является явлением джигилии. Это приходит никак иначе, кроме как для порицания этого явления. И его, то есть, сразу ты можешь определить и узнать, что знаешь, этого необходимо сторониться и нельзя этому подражать и так далее. Далее говорит. Третье. Откуда мы это взяли, брат? Потому что часто в хадисах просто приходят, допустим, перечисляется в какое-то дело, потом говорят, это и сделал джигилии. То есть, брат, люди, которые были во времена пророка, SAW, нужно было им рассказывать, что это и сделал джигилии или нет. То есть, они и так знают, что это и сделал джигилии, потому что они никто иные, как те люди, которые жили в джигилии и вышли из нее. Так или нет? Это говорит о том, что пророк им это разъяснял не для того, чтобы объяснить, что это дело джагильей, потому что они так это знают, но для того, чтобы показать, что это вещь, порицаем ее необходимо сторониться. Третье. Указание на то, что данные действия и данные слова являются чем? Большими грехами. Потому что пророк отрекся от тех, которые совершали подобное. И пророк не отрекается от чего-либо или от какого действия, кроме как оно является большим грехом. Так, здесь также необходимо отметить полезный момент. Какой? То, что грехи в шариате разделяются на сколько видов? На два больших вида. Грехи большие и грехи малые. То есть мы говорим о грехах, которые не доходят до уровня неверия. Все грехи, которые меньше неверия, делятся на два-пять больших вида. Какие? Большие грехи, малые грехи. Теперь вопрос. Как отличить, какой грех большой, какой малый? Почему это важно? Потому что если перед нами большой грех, то за его совершение человек должен сделать отдельную толбу. То есть совершение им пятикратных намазов, уроза, да урозы, совершение еще каких-либо джума, джума и так далее. Все это, что не прощает больших грехов. Для больших грехов непременно сделать что? Отдельное покаяние за эти грехи. Для того, чтобы теперь, знаешь, мы поняли, что надо уметь разделить и уметь выявить, определить, какой грех малый, а какой большой. Так вот, относительно этого у ученых есть разногласия. Какой грех малый, а какой большой. И наиболее правильным и наиболее явным бабетом, то есть наиболее явной граничной или пограничной чертой между малыми и большими является что? Если в хадисе приходит какая-то угроза относительно того, кто совершает это деяние, то есть угроза какая-то серьезная, угроза огнем, угроза наказанием, какой-то не из нас, пророк сам от него отвернулся, от него отказался, Всевышний Аллах таким-то не заговорит в судный день, не очистит его, Аллах такого проклял, кто так сделает, тот под проклятием. Вот эти вот угрозы, если перечисляются в хадисе вместе с этим грехом, это говорит о том, что грех является большим, а не просто малым. Понятно или нет? Допустим, здесь пророк сказал, не из нас тот, который так делает. Если бы это был малый грех, от которого не защищены большинство людей, даже более того, известно то, что пророки, было возможно относительно них совершение малых грехов. То есть пророк не отрекался бы от человека за совершение малого греха. Отсюда берется, значит, данные грехи, которые перечислены в этом хадисе, как словесные, так и действительные, являются какими грехами, являются грехами большими. Таир говорит далее. И так же пророк, то есть что делал? Печалился. И его глаза слезились, когда, допустим, умер его сын Ибрагим. Он сказал, то есть то, что мои глаза слезятся и я печален, это всего лишь милость, которая заложена в мое сердце. Но вместе с этим, я не произношу или мы не произносим ничего, кроме того, чем доволен Господь. Ясно или нет? То есть печалься, плачь, если хочешь, но в твоих словах и в твоих действиях не должно быть больше этого. Словами ты не должен проявлять гнев и делами ты не должен проявлять гнев. Говорит Уабалду вместо Хаббальбука. И некоторые ученые даже почитали желательным плачь. То есть почему сказали? Возможно, потому что если человек не плачет при смерти своих родственников, это говорит о слабости милости, которая есть в его сердце. То есть о недостаточной милости. Говорит и у ученых, Ариф, Ариф это вообще тот, который познал Всевышнего Аллаха. Термин также используется у кого? У суфиев. Но приверженцы сунны также часто используют этот термин. Ариф, то есть познавший Аллаха. Тот, который обладает знаниями об атрибутах Всевышнего Аллаха и его именах. Так вот, говорит, обладатели знания, а также Арифон, что делают? У них есть различные мнения в этих вопросах. То есть можно ли плакать, или это является желательным, или чем это является. И тому подобное. В зависимости от того, говорит, Назаат Умуддини, какие у них есть религиозные примеси в сердце. Назаат, Назаа, это как примесь, или какое-то явление, или какое-то свойство, которое есть в сердцах людей. То есть, как известно, разные люди воспитываются по-разному. Кто-то воспитывается на одном, кто-то воспитывается на другом. Соответственно, у разных людей бывают различные склонности, наклонности, возможно, какие-то воззрения свои и тому подобное. Главное, чтобы эти воззрения не противоречили Курану и Сунни. Фаидатан. Теперь, говорит, две пози, или два полезных момента с этого хадиса. Аль-Уля, первый момент. Аль-Иману билляи та'ала. Уахусну ражаил аб баррии ва масубатии. Говорит, в этом хадисе вера во Всевышнего Аллаха, а также то, что человек должен надеяться на награду от Всевышнего Аллаха и на его благодеяние. ЗИЛЛУН ЗАЛИЛЬ Я УИЛЕЙ КУЛЛЮ МАН ЛАФАХАТХУ САМАЙМ АЛХАЯ АЛМУХАРИКА 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 Говорит, так вот, все это, то есть вера во Всевышнего Аллаха, а также надежа на его награду и на его благодеяние, является ЗИЛЛУН ЗАЛИЛЬ, что значит ЗИЛЛУН ЗАЛИЛЬ? То есть, как бы распростертый, протянутый тенью, под который скрывается и находит себе убежище любой, кого покрыло своими языками или своим горем или ядом, САМАЙМ АЛХАЯ АЛМУХАРИКА Различные ядовитые явления, которые встречаются в жизни людей. Мухаря, то, что сжигает САМАЙМ, то есть от слова СУМ, что-то ядовитое. ЛАФХА, это то, что задевает тебя, то есть как огонь, как языки огня, когда задевает человека, что-то подобное этому. Говорит, ФАИННУ ЕЖДУ ФИАРРАХА ВАЛ УНС ВАЛ АМН, потому что человек, когда постигает его что-либо из этого, из предопределения Всевышнего Аллаха, из потери родственников или подобного, если он верит во Всевышний Аллах должным образом и надеется на его награду и на его благодеяние, то это становится для него чем? РАХА, то есть он успокаивается ВАЛ УНС. УНС это тоже спокойствие, то есть он как бы что делает? Находит себе прибежище. Говорит, ВАЛ АМН и безопасность. Потому что этим самым человек проявляет свою надежду на награду Всевышнего Аллаха и на его дары, кому терпеливым. Говорит, ФАТАРАХХАСА АНДУ УЛХАЯ, УАТАСХУЛ АЛИХАЛ УМУР. Говорит, поэтому жизнь для этого человека становится дешевле и дела становятся легче, то есть он перестает столь много внимания обращать на эти вещи и относится ко всему этому спокойнее, так или нет, так близко к сердцу не воспринимает. ЛИЗАКИЛ, поэтому говорится, МАН АРАФАЛЛАХА, ГАНАТ АЛИЙМУ СЫБАТУГ. Тот, кто познал Всевышнего Аллаха, стало облегчено ему его горе, становится легче для него его горе. ВАН НАБИЮ САЛЛАЛАУЛАУЛАСАЛЛАМА КАЛЬ, и пророк САЛЛАУЛАУЛАУЛАСАЛЛАМА сказал, ААДЖИВАН ЛИЛМУМИН, удивительно положение верующего. ИН НА АМРАУ КУЛЛАГУ АДЖАБ, любое его дело, что бы с ним ни произошло, все это является удивительным. И на сабаду сарра фашакара, если произошло с ним что-то радостное, то он проявляет терпение, и это становится благом для него. И если его постигает что-то из дурного, то он проявляет терпение, и это также становится добром для него. И такого положения не относятся никому, кроме как к верующему. То есть не верующий человек не приобретет этого. Верующий человек его положение удивительно. Что бы с ним ни произошло, в итоге это становится для него благом. Произошло что-то доброе, проявляет терпение, не ликует, не высокомерит, не проявляет самовлюбленность и тому подобные качества, но проявляет благодарность Всевышнему Аллаху. И знает, что это все от него как милость от него. И если бы не он не произошло бы с того этого добра, то это становится чем? Благом для него. Соответственно, если случается что-то наоборот дурное, то проявляет терпение и становится также благом для него. Говорит, В наши времена большое количество интихар, то есть событий самоубийства. Из тех, в сердца которых вера не проникла должным образом. Они убивают самих себя и торопят свои же души, или свои души к огню. Это потому, что они не нашли свою тень и не зашли под свою тень, которую обычно верующий человек находит из веры своего Господа, из надежды на него, из уверенности в нем. Наоборот, говорит, эти люди иногда из-за самых ничтожных причин, что делают, наносят вред своим жизням. То есть утеряют свои жизни или наносят себе самоубийство и тому подобное. По какой причине, говорит, Самые ничтожные, ничтожная проблема происходит, маленькая ерунда какая-то происходит, идет и покушается на свою собственную жизнь, заканчивая чем? И говорит, и эти люди не понимают, что этим своим ничтожной, дурной торопливостью, они перемещаются к чему? К мучениям, которые хуже, чем те мучения, в которых они находятся сейчас. Они подобны тем, которые ищут спасение от рамва, то есть от чего? От золы или от пепла к огню. То есть хочет спастись от пепла и бежит куда? В огонь. Так или нет? То есть человек зачем заканчивает жизнь самоубийством? Потому что не может больше терпеть те сложности, которые происходят с ним в жизни. Так вот, пусть знает, что то, что ожидает его в дальнейшем, если он поконит жизнь самоубийством, хуже, чем то, в чем он находится сейчас. Так или нет? Получается, что он бежит от пепла или от золы и ищет спасение в самом костре. Говорит далее. У таких людей или эти люди не обладают сердцем верующего человека, который был бы доволен предопределением Всевышнего Аллаха. А кто такой верующий человек, удовлетворившийся, довольный человек? Это тот, в горести которого кажутся ему ничтожными. Так, кажутся ему несерьезными по сравнению с тем, что ждет его из щедрой награды Всевышнего Аллаха. Астане и второй полезный момент. То, что мусульманин не выходит за круг Ислама, совершая лишь большие грехи. Да, какими бы великими они не были, так, то есть имеется в виду, пока они не дадут до уровня чего не веря. Говорит. Как, например, убийство души без права. То есть если человек убил кого-то без права, или своровал, или совершает дзина на постоянной основе, или работает в сфере ростовчичества на постоянной основе, даже если так, то есть совершает различные большие грехи, то мазаба, ахрисуна, аль-джима, что это одно, это не выводит человека из Ислама, из круга религии, из круга веры, его не выводит. Говорит. И говорит, есть, говорит, много достоверных контекстов, которые внешне, из них берется в указание на то, что человек такой выходит из Ислама, если он совершит некоторые большие грехи. Как, например, вот эти два хадиса. Не из нас тот, который бьет по щекам и рвет одежду, то есть при горе и бедствии. Так, что значит не из нас? Видишь, внешне получается, что он не из круга мусульман, что он вообще за кругом религии, за кругом мусульман. Но этот хадис не понимается в этом значении. Ясно или нет? Не из нас, то есть имеется ввиду, не заслуживает полноценным заслуживанием быть в кругу мусульман. Ясно или нет? Говорит. Или, как, например, другой наш хадис, что пророк отрекается от салика и халика, от той, которая повышает голос при беде, и той, которая рвет на себе волосы. Или, как, например, хадис. Не уверует ни один из вас, пока не полюбит для своего брата того же, что он полюбил для самого себя. Что значит не уверует никто из вас? Имеется ввиду, его вера не станет полноценной. Поэт говорит, как хадис, или как, например, слова пророка салаллаху алисаляма. Валлахи ла юмин, валлахи ла юмин, валлахи ла юмин. Клянусь, Аллахом не уверует. И повторил это трижды. Кто? Ман ла яман жараху бавайкагу. Тот, сосед которого не обезопасен от его вреда. То есть, если твой сосед не обезопасен от твоего вреда, валлахи ла юмин. Пророк салаллаху алисалям про тебя сказал, клянусь, Аллахом такой не уверовал. Ясно или нет? Поэтому человек должен что делать? Серьезно остерегаться данного явления. Валлахи ла язни зани хина язни ла умумин. Или также хадис не совершает прелюбодеяния прелюбодей, когда он его совершает, чтобы он был верующим. То есть, в это время он не является тем, который описывается верой. Ясно или нет? То есть, для чего привел автор книги все эти хадисы? Для того, чтобы показать, что некоторые хадисы указывают на внешне. На то, что человек, совершая большие грехи, выходит из ислама. Говорит, и подобных хадисов много. И говорят, ученые разошлись во мнениях. Как понимать эти хадисы или что они означают? Некоторые говорят, что относительно этого надо молчать. И что надо их читать так, как они пришли и каких-то подробностей не делать. Для чего? Для того, чтобы запугать людей. Так, чтобы они не относились легкомысленно к этим грехам. Потому что эти хадисы были сказаны для чего? Как раз для этого. Для запугивания людей и для предостережения их. Поэтому они должны оставаться на этой форме ужаса и на форме устрашения. И из ученых есть те, которые истолковывали их. Так, эти хадисы. Это ясно или нет? Значит, те, которые сказали, что относительно этих хадисов не надо глубоко разъяснять. Так, то есть, допустим, представь, пришел хадис. То есть, ты увидел, представь, две группы сражаются друг с другом из мусульман. И читаешь им этот хадис. То есть, что является мудрым? Остановиться на этом и больше не продолжать? Или является мудрым? Начать и разъяснять. И говорит, здесь, братья, не имеется в виду большой неверия. Здесь имеется в виду малой неверия. Или здесь имеется в виду большой грех. И сказано это лишь для запугивания. На самом деле, человек от всего этого из ислама не выходит. И он продолжает оставаться под чем? В надежде, под желанием Всевышнего Аллаха. Если захочет Всевышний Аллах, простит его. А если не захочет, не простит. То есть, все эти тавсыль, зачем ты его будешь говорить? Если ты его будешь говорить, людям этот хадис, что ты говорил, что ты не говорил. Так или нет? То есть, сначала они испугаются, а потом скажут, а, значит, не все так страшно. И продолжат свое сражение. Чтобы этого не было, чтобы запугать их должным образом, некоторые завладатели знания сказали, читаешь им этот хадис, и что делаешь? И не разъясняешь его подробно. Так, теперь другой вопрос. Если какой-либо из этих хадисов разбирается среди требующих знаний, то есть, ты его читаешь не для того, чтобы человека запугать, потому что он не описывается этими описаниями, так или нет. Он не рубит друг другу головы, он не делает нияха, он не рвет на себя одежду и пригорье, и тому подобные вещи. Значит, для чего ты это ему рассказываешь? Для того, чтобы пояснить, что подобные контексты в Куране или в Сунне приходят, и как их необходимо объяснять, тоже им разъясняешь. Такие контексты необходимо понимать так-то и так-то. Это означает то-то и то-то, это не означает большого неверия. Для чего? Для того, чтобы требующий знаний был на знании об этом. Если его об этом спросят, чтобы он знал, если ему необходимо вынести постановление относительно определенную личность, чтобы он вынес правильное постановление, а не неправильное постановление, и подобные вещи. Ясно или нет? Значит, эти хадисы иногда надо разъяснять, а иногда разъяснять не надо. То же самое, если приходят, допустим, или в обществе, распространены идеи такфира или хавариджи. Также эти хадисы надо разъяснять подробно, что в них не имеется в виду большого неверия, что в совершении их деяния человек не выходит из ислама и так далее. Ясно? Значит, как мы относимся к этим контекстам? Мы разъясняем их или не разъясняем? В зависимости от ситуации, в зависимости от того, кто перед нами, и какая ситуация перед нами. Дальше говорит, И как он говорил раньше, что некоторые ученые промолчали относительно этих хадисов, сказали, что о них надо молчать, а некоторые, видишь, сказал А есть те, которые истолковали эти хадисы. Говорит, и один из лучших, тех, которые истолковали эти хадисы, был шейху ль-исламу и в ютайме. Как он истолковал, как разъяснил эти хадисы? Сказал, что вера бывает двух видов. Но явно у миндуху линнар вид, который запрещает человеку вообще войти в огонь. То есть он никогда не войдет в огонь посредством того, что обладает этим высоким уровнем веры. Так, это первый вид имана. Второй, И второй вид веры, который не запрещает человеку, верующему, зайти в огонь. То есть позволяет ему зайти в огонь, невозможно, что он зайдет в огонь. Но запрещает что? Не дает чему? Остаться этому человеку в огне навечно. Так, значит, вот эти хадисы касаются первого вида веры. Или второго вида веры? Второго. То есть человек, который совершает эти большие грехи, он не обладает первым видом веры. Но обладает каким видом? Вторым видом веры. Такой вид веры, который не обезопасивает его от попадания в огонь. Потому что его вера слабая, так или нет. Но даже эта слабая вера, что делает? Позволяет ему выйти из огня в один из дней вечности. И приносит ему пользу в один из дней вечности. Говорит, Поэтому тот иман, который стал полноценным, и он полностью соответствует своей дороге, дороге пророка, это тот человек, иман которого не позволяет ему зайти в огонь. То есть удерживает его от огня, и обезопасивает его от огня. Ясно или нет? Значит, а тот вера, которая неполноценна соответственно, и не полностью соответствует дороге пророка, то эта его слабая вера не удерживает его от огня и не обезопасивает его от попадания в огонь. И так же сказал шейху лислам, если у каждой вещи есть свои условия и свои запретительные факторы. И никакая вещь не становится полноценной, не становится состоявшейся, пока все ее условия не соберутся и пока все запретительные факторы не отпадут. Ясно или нет? Нам говорит, например, если Всевышний Аллах накладывает на какое-то дело какое-то наказание. То есть одно следует за другим. Говорит, если сделаешь так, будет так. Это что такое? Тартиб, Раб Таба, говорят, наложил на дело наказание. Видишь, то такое дело действительно является чем? Тем, что приводит к этому наказанию. Кроме как, если нет какого-то запретительного фактора, который запрещает данный азарт, данное наказанием Всевышнего Аллаха на человека снизойти. То есть, допустим, человек или Всевышний Аллах, говорит, а тот, который убьет верующего намеренно, то есть имеется в виду злостно, так, то его наказанием является вечный ад, который он будет вечным. Это что такое? Это наказание, которое заслуживает человек за убийство верующего. Какое наказание? Преднамеренное. Злостное убийство верующего. Его наказание – вечный огонь. Но есть мания, есть запретительный фактор, который не дает этому верующему остаться в огне навечно. А что это за мания? Что это за запретительный фактор? Это его вера, или это его произнесение свидетельства, ла и ла и ла и ла и ла и ла, и тому подобное. Понятно или нет? Вот это его спасает в один из дней вечности. А вообще, за такое деяние Всевышний Аллаху С.А. назначает наказание вечным огнем. Говорит дальше. И самый великий, запретительный фактор – это наличие веры человека. Который не дает человеку остаться в огне навсегда, но выводит его из огня по милости Всевышнего Аллаха С.А. И по его щедрости. Субтитры создавал DimaTorzok